ТОП-10 ошибок при подготовке к ОГЭ по русскому языку. Меня зовут Настя Гласная, я преподаватель ОГЭ по русскому языку в онлайн-школе Умску. У меня высшее педагогическое образование, и вот уже седьмой год я готовлю ребят КОГЭ на самые высокие баллы. Ежегодно больше 70% моих учеников сдают русский язык на пятерку. Хочешь быть следующим? У меня есть открытый телеграм-канал, он называется «Территория русского языка». Обязательно переходи по этому QR-коду или по ссылке в описании к этому видео и подписывайся, ведь в моем открытом телеграм-канале ты найдешь огромное количество полезных и бесплатных файлов для подготовки к ОГЭ по русскому языку. Также я постоянно провожу викторины, отправляю дополнительные учебные материалы, ну и, конечно, ты обретешь в моем открытом телеграм-канале команду единомышленников, ребят, которые тоже стремятся к пятерке на экзамене, поэтому подпишись. А теперь мы переходим к главным ошибкам при подготовке к ОГЭ по русскому языку. И, конечно же, ошибка номер один – это не иметь системной подготовки. Обрати внимание, ОГЭ по русскому языку и вообще, в принципе, все задания, которые встретятся тебе на экзамене, представляют собой задания комплексные. То есть, если мы изучаем орфографию, то орфография должна быть изучена от и до, от приставок и до окончаний. Если мы изучаем морфологию, то нужно обязательно изучить каждую часть речи. Если мы проходим синтаксис, то аналогично. То есть, русский язык, в принципе, это система, и поэтому все разделы языкознания нужно изучать очень и очень детально. И это фатальная ошибка, если вдруг ты решишь сначала изучить немножечко орфографию, потом немножечко посмотреть пунктуацию, ну и чуть-чуть морфологию зацепить. Это ошибка, так делать нельзя. Каждое задание экзамена очень сложное, очень комплексное. Поэтому, если не рассмотреть все детали, все подводные камни, то можно не выполнить его правильно. Более того, я напоминаю, что на ОГЭ по русскому языку проверяется не только тестовая часть, проверяются ваши сочинения и изложения. Помимо критериев оценивания сочинения и изложения, есть еще и критерии оценивания грамотности речи. Поэтому все речевые нормы современного русского языка нужно знать, в том числе лексические нормы, грамматические нормы и так далее. Все нужно изучить. Поэтому системная подготовка представляет собой прохождение каждого раздела языкознания от и до, с разбором всех деталей и подводных камней. Ошибка номер 2. Заучивать теорию, не понимая алгоритма применения правила. Я думаю, что эта ошибка является одной из самых распространенных по одной простой причине. Ребята думают, что сдать русский язык на пятерку можно, если взять все учебники по русскому языку с 5 и по 9 классы и все выучить. Но на самом деле, даже если мы выучим правила, это не будет гарантировать нам блестящий результат. Важно не просто знать это правило, важно уметь его применять на практике. Например, даже в 9 классе не все ребята знают, что такое корни исчередования. Вроде как помнят, что там есть какие-то группы. Эти группы, правописание их, зависит от каких-то правил. Но тем не менее, они понимают, как их применять в реальности, как их применять в жизни. И, конечно же, здесь важно практиковаться. Важно задавать все интересующие вопросы. Важно доходить до сути, а не просто заучивать какие-то таблицы или какие-то правила, да, какие-то целые темы. Поверь, даже если мы выучим абсолютно все правила в учебниках по русскому языку, это не будет гарантировать нам пятерку на экзамене. Это факт. Важно доходить до сути. Важно понимать каждое правило. Важно знать, как использовать его на практике. Вот тогда будет нам счастье. И отсюда вытекает третья ошибка. Это не отрабатывать теорию на практике. Действительно, иногда, прочитав какое-то правило, мы думаем, ну, в принципе-то все понятно. Но когда дело доходит до дела, то есть, к примеру, до решения тестовых заданий экзамена, мы впадаем в панику. Мы не понимаем, что там написано. Хотя вроде как и знаем какое-то правило. Поэтому, естественно, когда мы изучаем какую-то тему, ну, те же самые корни с чередованием, мы тут же должны закрепить эту тему. Именно таким образом мы поступаем с моими учениками. Мы изучили тему, далее мы ее отработали. И это обязательно условие усвоения материала на 100%. Еще одна ошибка – это не писать сочинение и изложение. Смотри, сочинение и изложение – это творческая работа в любом случае. Очень важно понимать алгоритм работы над сочинением и изложением. И очень важно писать их как можно чаще. Сочинение и изложение – это такие самые дорогие задания на экзамене. И поэтому, конечно, нужно уделять им огромное внимание. Нужно постоянно практиковаться. И только на практике будет получаться. Многие ребята говорят, ну, слушайте, у меня не получается писать сочинение, я не люблю этого делать. Значит, я не буду. На самом деле это очень плохое решение по одной простой причине. Сочинение принесет тебе 7 баллов на экзамене максимально. Но плюс ко всему сочинение и изложение вместе оцениваются еще и по критериям грамотности. А это еще, между прочим, 9 баллов. И то изложение 6 баллов, сочинение 7 баллов и грамотность еще 9 баллов. Получается, сколько баллов в сумме? Давай, твои математические способности. Сколько там? 22 балла из 33 возможных. Поэтому, конечно, нужно постоянно практиковаться в написании сочинения и изложения. Для того, чтобы отточить эту работу вот прямо до идеала, до совершенства. Более того, сейчас я поведаю тебе тайну. Все изложения, которые могут тебе встретиться на экзамене, уже опубликованы в открытом банке заданий ФИПИ. Поэтому в течение этого года лучше, конечно же, прослушивать эти тексты, тренироваться, писать их. Все изложения есть в моем открытом телеграм-канале «Территория русского языка». Поэтому переходи по ссылке в описании к этому видео, подписывайся и скачивай этот полезный и бесплатный файл. Даже если тебе кажется, что написание сочинения и изложения – это ну совсем не твое, нужно все равно стараться, нужно все равно пытаться, практиковаться. Поверь, этот навык можно наработать, этот навык можно приобрести. Но как мы сможем его наработать только с практикой? Без сочинения и изложения нельзя рассчитывать даже на тройку на экзамене. Поэтому нужно работать с этими заданиями. Например, мы с моими учениками пишем сочинения и изложения каждый месяц. Зачем? Чтобы они могли потренироваться и чтобы они могли овладеть этим типом работы. Следующая ошибка – не повторять теорию. Обрати внимание, уже через час мы помним даже меньше 50% информации. Именно поэтому повторять теорию нужно постоянно. Даже если тебе показалась какая-то тема ну очень простой и вроде как ты ее запомнил, тем не менее нужно обязательно повторять. Зачем? Для того, чтобы эта тема действительно осталась в твоей голове. Например, как мы делаем на курсе? Мы проходим тему. Мы, естественно, закрепляем все правила на практике. Далее ребята выполняют домашние задания. Более того, я провожу дополнительную викторину в нашем закрытом телеграм-канале. Но еще есть и уроки-практикумы каждую неделю, где мы закрепляем все изученное за последнюю неделю. Таким образом, они повторяют материал много-много раз. Но даже это еще не все. Я провожу квизисы, провожу уроки-мастер-майнды, где мы повторяем еще и еще. Для того, чтобы правило действительно отложилось в голове на 100%. Также попробуй поработать с интеллект-картами. Кстати, я для своих учеников их создаю каждому месяцу. Интеллект-карты позволят себе систематизировать все изученное. И, конечно же, еще раз повторить и запомнить. Следующая ошибка. Не задавать вопросов куратору или твоему наставнику. Поверь, если тебе что-то непонятно, нужно обязательно спросить. Это не проблема. И нет, это неплохо. Все дело в том, что если вдруг мы начнем гуглить, наткнемся на первую же ссылку, а там неправильный ответ, то вероятность того, что мы запомним этот неправильный ответ, очень велика. Поэтому каждый раз, когда ты сомневаешься, когда тебе нужно спросить, спроси. Помни плохо тот вопрос, который мы, увы, задать не смогли. Поэтому четко работай со своим куратором и со своим наставником. Задавай все интересующие тебя вопросы. И только тогда ты сможешь дойти до истины. Ошибка номер семь. Не работать над ошибками в письменных и тестовых домашках. Когда мы выполняем задание, мы обязательно задаем вопросы кураторам, задаем вопросы наставникам. Конечно же, мы получаем обратную связь. Мы видим, что, к примеру, в сочинениях мы часто допускаем какие-то речевые ошибки. Например, тавтология или повтор. Но очень важно, кстати, поработать над этими ошибками. Например, выписать себе в блокнотик, что действительно, я уже сдал два сочинения, и в обоих сочинениях мне отметили эти речевые ошибки. Значит, в следующий раз, когда я буду писать сочинение, я еще раз перепроверю свой текст именно на эти ошибки. То же самое касается и орфографии, и пунктуации, и построения предложения, то есть синтексиса предложения. Нужно обязательно обращать внимание абсолютно на все пометки, абсолютно на все ошибки, которые мы допускаем. И больше их не допускать. Просто увидеть хорошую оценку, например, 5-4 за диктант, и не посмотреть, а что же там были за ошибки, просто пропустить это. Это твоя ошибка. Потому что в следующий раз, скорее всего, эта же ошибка встретится в твоей следующей работе, а может быть и на экзамене. Поэтому помечай себе самые частые ошибки, которые ты допускаешь. И потом при самопроверке, при перепроверке твоих сочинений и изложения, обязательно смотри именно на эти составляющие твоего текста. Например, на синтексис, на пунктуацию, на орфографию или на лексику. Следующая ошибка – учиться писать только один тип сочинения. Действительно, часто слышу от ребят, что они пишут, к примеру, только сочинения 13.3, ну, потому что в школе не учат писать другие типы сочинений. Но по факту я считаю это огромной проблемой. Потому что нужно учиться писать абсолютно все сочинения. Для чего? Действительно, когда мы идем на экзамен, мы испытываем мандраж. Нам очень страшно. Почему нам страшно? Потому что, возможно, мы где-то не уверены в своих знаниях. То есть, вероятность того, что тебе попадется задание в сочинении 13.3, которое ты не захочешь выполнять, которое по каким-то причинам ты не сможешь выполнить, ну, такая вероятность есть. Поэтому я всегда рекомендую учиться писать как минимум два типа сочинений. Мы с учениками всегда разбираем все три типа сочинений. Для чего? Я всегда привожу в пример свой жизненный опыт. Когда я иду на экзамен или на зачет, я не волнуюсь, я не испытываю стресса только в одном случае. Если я понимаю, что я все знаю. Как мы можем пойти на ОГЭ и не испытывать стресса? Когда мы будем понимать, что мы все знаем. Мы сможем написать любое сочинение. Мы напишем любое изложение, потому что в течение года мы уже написали и отработали все тексты. Более того, мы выполним все тестовые задания, потому что мы уже отработали, ну, все, что можно. И вот только так я даю своим ребятам уверенность в себе. Для меня это важно. И я думаю, что для учеников девятого класса это тоже важно. Поэтому работай как минимум над двумя типами сочинений. Ну, чтобы не испытывать лишнего стресса и чтобы идти на экзамен, ну, скажем так, на лайте. Девятая ошибка. Не решать пробные варианты на время и самостоятельно. Когда мы решаем пробные варианты на время, мы понимаем, сколько нам нужно минут, сколько нам нужно, возможно, часов на выполнение определенных заданий. Например, на изложение, ну, как правило, уходит 40 минут. Засеки, сколько минут уходит на изложение у тебя. На выполнение тестовой части, особенно в новом экзамене, уйдет, ну, к примеру, минут тоже 40. Остальное время мы закладываем на сочинение и на перепроверку всех заданий. Ну, и, естественно, внесение всех ответов в бланк ответов на экзамене. Когда мы решаем варианты самостоятельно, мы видим, какие задания кажутся нам, ну, наиболее сложными. На чем нам еще нужно поработать. Более того, когда мы засекаем время, мы понимаем, сколько нам нужно на выполнение первого задания, второго задания, пятого задания и так далее. И мы понимаем, что тех трех часов 55 минут будет достаточно на экзамене на выполнение абсолютно всех заданий, всего Кима. Ну, и последняя ошибка. Не готовиться к итоговому собеседованию, говоря себе. Ну, я и так умею разговаривать. На самом деле, итоговое собеседование заключается не только в этом. Не только в умении говорить. Все мы так или иначе умеем говорить. В итоговом собеседовании будет 4 задания. Прочитать текст, причем сделать это нужно грамотно. Нужно выдерживать интонацию. Нужно выдерживать темп речи. Более того, этот же текст нужно будет пересказать с использованием цитаты. Нужно будет составить монолог, хороший. И нужно будет ответить на вопросы. То есть, всего 4 задания, казалось бы. Но, естественно, нужно понимать, во-первых, а что из себя представляет текст, который мы будем читать и который мы будем пересказывать. А я тебе расскажу. Этот текст будет посвящен известной личности, которая внесла вклад в развитие нашей страны. То есть, этот текст по-любому будет о человеке. По-любому в этом тексте будут даты. По-любому в этом тексте будут числительные какие-то детали. Возможно, даже терминология. И нам очень важно правильно их прочитать. А потом еще и пересказать с использованием цитаты. Для того, чтобы легко пересказать текст, тоже существует некоторый лайфхак. Называется он «Портрет личности», который, кстати, мы с ребятами будем составлять на моем курсе. Поэтому, если ты хочешь присоединиться, я тебя буду ждать. К итоговому собеседованию готовиться нужно. Это допуск ОГЭ. Если мы не сдаем итоговое собеседование, то, к сожалению, мы не будем сдавать не только русский язык, но и математику, физику, биологию, химию и так далее. Поэтому готовиться нужно. И нужно перепроверять себя. Поэтому сразу после этого занятия предлагаю тебе открыть, ну, первый попавшийся вариант по итоговому собеседованию. И посмотреть, а что вообще представляют собой эти задания. А какую ошибку при подготовке допускаешь ты? Ответь в комментариях. Надеюсь, что видео оказалось для тебя полезным. Обязательно ставь лайк, пиши комментарии, это очень важно. Не забудь подписаться на мой открытый телеграм-канал «Территория русского языка». Переходи по этому QR-коду или по ссылке в описании к этому видео. Там тебя ждет огромное количество полезных и бесплатных файлов для подготовки. С тобой была Настя Гласная, преподаватель ОГЭ по русскому языку в онлайн-школе Умскул. Буду ждать тебя в моем открытом телеграм-канале. И до встречи на следующих уроках. Пока-пока.